Русские новости Наш народ, русский народ стараются стереть из истории и прежде всего лишить нас исторического самосознания, понимания того, что была Россия историческая, какой народ в этой России жил, каковы были его духовные чаяния, каковы были обстоятельства его жизни, его страдания, его борьбы, все это отбрасывается, все это перевирается, все это подменяется ложью, ложью коммунистов, ложью либерастов, ложью ныне действующей власти, все заполнено ложью. Правдивой информации практически нигде нет, и это делается преднамеренно. Уничтожение русского народа является целью нынешнего путинского режима, поэтому и действие этого режима в сфере информации и в сфере образования именно такова, чтобы русские не имели никакого представления о русской истории. И это порождает в русском народе целый поток русофобских суждений, совершенно диких, совершенно необоснованных, взятых с потолка, высосанных из пальца, из каких-то идиотских публикаций. Уже целая толпа этих идиотизированных псевдо-русских вырусей бродит и по социальным сетям и толчется в политической среде, выдавая себя то за неоязычников, то за каких-то там нео-большевиков и в то же время националистов. Каких только глупостей, каких только мерзостей о своей собственной стране русские люди не высказывают, предавая своих предков, которые смотрят на нас с небес, осуждая и понимая, что конец русской истории близок, если вот эти все люди, эти путаники, эти глупцы, эти идиоты и клеветники действительно составят большинство русского народа и будут более активны, чем вменяемые русские люди, понимающие, что спасти Россию можно опираясь только на опыт предков, на реальную, а не выдуманную, не составленную какими-то фантазерами русскую историю. Запрещен митинг, намеченный на 4 марта. Московские власти в очередной раз проявили себя как русофобы. Они запретили митинг не где-нибудь в центре, а в общем-то на отшибе, там где людей-то не бывает. Но вот на Суворовской площади движение «Черная сотня» собиралось проводить митинг памяти февральских событий, и, естественно, наше отношение к этим событиям понятно, это был заговор, это были предатели, которые организовали переворот и устранение от власти государя-императора, верховного главнокомандующего, после чего государственность российская рассыпалась, и власть попала в руки самым мерзким убийцам, садистам, большевикам. Запретили этот митинг без всяких на то оснований. У нас уже таких отказов, пачки, уже целый ворох таких документов, подписанных неким олейником, который трудится, не покладая рук, в мэрии Москвы, отказывая нам в проведении законных мероприятий, рассказывая нам, что на тех же самых местах, где мы заказываем или объявляем свои заявки о проведении митингов или пикетов, якобы будут другие мероприятия. Их нет, мы это знаем точно и много раз проверяли. Кроме того, нарушается закон о митингах, шествиях и так далее. Законный отказ предполагает там всего несколько пунктов. В данном случае отказ абсолютно незаконный, как и во всех прочих случаях, мы никогда не подавали незаконные заявки. Нам должны предлагать другие места для проведения аналогичных мероприятий. Они, господинам Олейникам, не предлагаются. Это означает, что этот человек, видимо, будет среди первых, кто будет подвергнут аресту, вместе со всеми его подельниками, которые сопротивлялись русскому общественному движению. Есть уголовная статья, тут ничего придумывать не надо. По этой уголовной статье он получит необходимый срок, плюс реквизицию всего имущества, которое он накопил за счет неправомочно выплаченного ему жалования. Он не исполнял закон, а наоборот противодействовал этому закону. И следует пожелать ему доброго здравия, дожить до того самого момента, когда его противозаконные деяния, его сотрудничество с русофобскими силами будут обсуждены в суде, и он получит свой достойный приговор. Как и те, кто осуществляли задержание Елены Рохлиной, Владимира Филина, Сергея Евстифеева, около Тверского суда, что произошло недавно. Судебного заседания не состоялось, и люди просто стояли и разговаривали под видеосъемку рядом с Тверским судом. Ну, преступная организация, Центр противодействия экстремизму, кто-то из сотрудников вызвал ОМОН, и ОМОНовцы, стесняясь, краснее, бледнее, вышучивая сами себя, сопроводили. Несколько человек, вот этот автозак, зарешеченный автобус, отвезли и незаконно удерживали в местном управлении внутренних дел. Что там они смогли написать в протоколе? Да, собственно, нечего было писать. На словах кто-то сказал, вы проводили пикет. Как можно определить, что проводили пикет? А вот решили, что это пикет. Люди стоят, разговаривают, значит, это пикет. Есть такая шуточная фотография, как правильно ожидать трамвая. Надо разойтись на расстоянии более 10 метров и молчаливо ожидать, когда трамвай подойдет. Если вы же стоите на троллейбусной остановке, да еще обсуждаете, какие говнюки у нас во власти, и разговор такой ведете, то вас можно как пикетчиков арестовать. Вот если дальше развивать практику Центра противодействия экстремизму, то тогда вот мы идем именно к таким обстоятельствам нашей жизни, когда больше двух не собираться. Вот тут мне прислали из Санкт-Петербурга. Полицаи пытаются запретить использование исторического нагрудного знака Уральского казачьего войска, который был утвержден в 1912 году и является эмблемой современной общественной организации с 2002 года. И вот очередной полицай усмотрел в этом знаке степень смешения с ныне действующим гербом Российской Федерации, который на самом деле украден у Российской империи, перерисован, перелицован и объявлен государственным гербом Российской Федерации. Какое имеет отношение исторический знак Уральского казачьего войска к ныне действующему гербу Российской Федерации? Никакого. Оба эти знака каким-то образом напоминают герб Российской империи. Ну, если общественная организация следует определенному ценностному выбору и уважает Российскую империю, то, естественно, исторический знак присваивает себе как символ своей общности. А Российской Федерации это вообще неизвестно, что такое. В общем-то и не государство, а это группа самозванцев, которая объявила себя государственной властью, присвоила символику Российской империи, присвоила гимн СССР, присвоила собственность, присвоила власть. Кто это такие? Вы вообще кто? Временное правительство во главе с Путиным. Было с Ельцином, теперь с Путиным. Есть некий Геральдический совет Российской Федерации, тоже группа самозванцев, которая о чем-то пытается судить. И вот прокурор Колпинского района Санкт-Петербурга, Смирнова, направила в этот Геральдический совет вопрос, насколько вот этот герб организации совпадает с гербом Российской Федерации. И некий проходимец, господин Виленбахов, мы его знаем уже давно, государственный геральдмейстер, вы даже, может быть, и не знали, что такая служба существует, государственный геральдмейстер, написал откровенную чушь, ну как абсолютно человек невежественный, а в дополнение еще и подлый, он написал так. На печати и бланке Санкт-Петербургской общественной организации «Станица Усть-Ижорская» помещено изображение двуглавого армала, поднявшего вверх распущенные крылья. Посмотрим на этот герб. Вверх крылья не подняты, они как раз опущены вниз. Орел увенчан двумя малыми коронами одной большой короны соединенной ленты. Заметим, короны малые одной формы, большая другой формы. Можно это заметить? Можно. Виленбахов заметил? Не заметил. А зачем ему? Ему надо лишь обслуживать прокурорскую вот эту братью. На груди орла щит, в верхней части которой две рыбы, положенные накрест, в нижней части скачущий всадник, в лапах орла жезл, на самом деле это не жезл, это сабля. На крыльях орла нечитаемое изображение. Он просто не знает этот герб, не хочет ничего о нем знать. Эти изображения это тоже щиты. На них определенные даты, которые связаны с формированием казачьего войска. Данное изображение классифицируется как эмблема, построенная с использованием государства герба Российской Федерации в качестве героической основы. Это вранье. Это вранье господина Виленбахов. Или просто ложь. То есть сознательное вранье, высказанное с целью дискредитации общественной организации и подставления ее под репрессии полицаев. Соответственно, со статьей 8 закона о государственном гербе подобные, естественно, Российской Федерации, а не Российской Империи, подобные использования государства герба в геральдических знаках общественных организаций не допускаются. В связи с чем использование эмблемы организации Станицы Усть-Ижорская может квалифицироваться как незаконное действие по отношению к государственным символам Российской Федерации. Во-первых, господин Геральд Мейстер высказывает лишь частное мнение, потому что это просто письмо. Это не экспертное заключение. И господин Геральд Мейстер не является ни прокурором, ни судьей, чтобы делать окончательное заключение, что может квалифицироваться как незаконное действие. Вот его действие действительно незаконное. Если к нему обращаются, то он может написать частное письмо, он может высказать частное мнение. Вот он его высказал. В принципе, это бумажка для мусорного ведра, где и место вместе с господином Виленбаховым, обслуживающим интересы правящей группировки. Далее в адрес руководителя организации «Станица Усть-Ижорская» направлено 14 февраля уже этого года уведомление о проведении проверки. Прокуратурой будет проведена проверка деятельности на предмет соблюдения требований федерального закона о некоммерческих объединениях. То есть здесь уже речь идет не о гербе, а речь идет о тотальной проверке. Поэтому, учитывая вышеизложенное, что они объявили проверку, с какого перепугу, с какой стати. Вот просто взял, кто тут пишет-то это, прокуратура Колпинского района. Подписано все той же Смирновой заместителем прокурора. Вот я хочу провести проверку, вот и все. Поэтому требуют устав, ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ и так далее, протоколы собраний за 15-17 год, документы, подтверждающие направление ежегодных отчетов о своей деятельности. Я бы порвал эту бумажку и выбросил в мусорное ведро. Потому что кто такая мадам Смирнова? Она имеет полномочия для того, чтобы проводить проверки. На каком основании? Есть какая-то оперативная информация? Нет, просто это я хочу. С какой стати? С какой стати? Рвем и выбрасываем. Но у нас люди не такие смелые, а они начинают обдумывать, что же им делать дальше. Второе обращение. На основании того-то и того-то в отношении должностного лица прошу явиться в прокуратуру района, в кабинет и так далее, и так далее, руководителя этой организации. К прокурору района для получения постановления о возбуждении дела за совершение административного правонарушения, предусмотренного и так далее. Я бы порвал и выбросил тоже в мусорное ведро. Опять Смирнова, это мадам Смирнова подписывает. Заносим в список русофобов. То есть дамочка получила задание или хочет выслужиться перед своим начальством. Занимается противозаконной деятельностью. Занимается созданием препятствий для работы общественной организации. Диктует, уже возбуждает административное дело об административном правонарушении. Не получив ничего, не заказав экспертизы, ничего. Просто это произвольные действия обнаглевшей наглой безграмотной тетки по фамилии Смирнова Мене. Не знаю, как там ее. Сейчас мы выясним, как ее. Мария Николаевна Смирнова. Запоминаем. Мария Николаевна Смирнова, заместитель прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга. Еще один русофоб Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, который 27 февраля дал интервью известиям и понагородил всякой чуши. 93% наших граждан говорят о том, что не сталкиваются с проблемами в связи своей национальности. Только 5% заявляют, что испытывают трудности. Это вранье. 100% русских людей в России испытывают трудности в связи со своей национальностью, просто потому, что они русские. А ныне действующая власть, в которую входит господин Баринов, поставила себе задачу уничтожить русский народ. Поэтому каждому создаются проблемы именно в связи с тем, что они русские. Русская Россия должна быть уничтожена, поэтому русские должны быть нищими. Они именно поэтому и становятся нищими, потому что русские. Просто не все это понимают. Все подвергаются гонениям именно как русские. Создаются условия для того, чтобы русский народ вымирал, для того, чтобы русские были нищими. В России живет русское нищее большинство. Русским создают условия для невозможности существования. Согласно последним социологическим данным, 17% граждан испытывают недоверие к людям другой национальности и вероисповедания. Ну, это мягко сказано, кто вам будет рассказывать о том, когда и почему люди испытывают недоверие к другой национальности и вероисповеданию? Ну, естественно, русский православный человек не может относиться с доверием к человеку иудейского вероисповедания. Иное было бы каким-то абсурдом. Поэтому эти все цифры – это сплошное вранье. Это цифры, которые произносит человек, который вообще не понимает, чем он занимается. Он занимается делами национальности, делами религии, как я понимаю, но в этом он абсолютно ничего не понимает. Этот человек был внедрен в государственную власть и сам в этом признался, когда он был впервые избран депутатом Государственной Думы. И ему тут же Путин вручил какой-то орден или медаль, Баринов отрапортовал. Это было опубликовано. Он сказал так, Владимир Владимирович, внедрение успешно состоялось. Ну, вроде это как шуточка, реально это была не шуточка. Человек 10 лет просидел в Думе, просиживая штаны, не делая вообще ничего. Потом был назначен ему, для него специально было создано вот это федеральное агентство русофобу-русофобова. Вот ему пространство деятельности было открыто в вопросе по делам национальности. Он вместо того, чтобы заниматься делами национальности, занимается просто очередным раскручиванием витка русофобии. Если в среднем стране, вот он говорит, у нас всего 5% людей сталкиваются с проблемой в связи своей национальности, то в Крыму таких 9%. И среди крымских татар эта цифра еще в начале 16-го года была на уровне 38%, в течение года показатель снижался и сейчас составляет 27%. Этим он, видимо, хочет сказать, что он занимается продуктивной работой. И действительно, сейчас наше государство в прямом смысле слова повернулось лицом крымчанам, на самом деле крымским татарам. Особое внимание уделяется репрессированным народам. Ну, естественно, кроме крымских татар, кого еще репрессировали? Русских пачками там не убивали в Крыму. Офицеров не расстреливали там тысячами, десятками тысяч. То, что творили большевики, ну, как бы вот это все, давайте забудем. И только крымские татары, которые действительно напрямую сотрудничали в массовом порядке с гитлеровским оккупационным режимом, вот они репрессированы. С ним, к ним особое отношение. Ну, и, соответственно, Баринов, как русофоб и изменник русскому делу, он благоволит именно крымским татарам и отчитывается об этом. За два года были запущены системные и социально-экономические процессы в Крыму. Получили статус государственного крымско-татарский язык наравне с русским и украинским языками. То есть, дерусификация Крыма происходит более высокими темпами, чем это было во времена, когда была власть украинская. Идет восстановление объектов культурного наследия, возводится соборная мечеть, татарские праздники стали государственными, строятся школы, детские сады, жилье. То есть, все это является средством уничтожения русского Крыма и превращения Крыма в какой-то интернационал с крымско-татарской народностью во главе. Ей создаются особые преимущества. Это опора путинского режима. А русские должны быть уничтожены. Что тут дальше было им сказано? Нам не нужно забывать, что Россия исторически формировалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Это вранье. Это вранье невежды и подлеца. Необходимо, чтобы граждане сознавали этот факт как бесспорное преимущество. Это поставлена идеологическая задача. Что не было русской России, была всегда многоконфессиональная и многонациональная. Никогда не было, ну, соответственно, подмена нам и подсовывается. Наша задача в своей работе нивелировать те факторы, которые дают повод кому-то другому думать по-другому. Вот мы, русские люди, другие, думаем по-другому. Баринова считаем русофобом и негодяем, невеждой и подлецом. И он, естественно, основное давление собирается оказывать на молодежь. Это та целевая аудитория, которая сегодня притягивает большую долю нашего внимания. Чаще именно она подвержена влиянию радикальных идей, становится участниками деструктивных процессов. То есть, позыв русских молодых людей знать русскую историю, наталкивается на мордоворот господина Баринова, которому надо было служить в спецназе, может, он там бы сделал что-то полезное, он оттуда пришел. Но он решил стать русофобом и негодяем. За умы сейчас идет настоящая борьба. Вот они борются за умы, то есть они борются против русского самосознания. И русские должны знать, что федеральное агентство по делам национальности направлено на уничтожение русского самосознания. И главой этого агентства является патентованный русофоб и путиноид Игорь Баринов. В октябре прошлого года на 800 площадках по всей стране нами впервые проведена всероссийская акция. Большой этнографический диктант, в котором приняли участие 90 тысяч человек. В этом году мы работаем над расширением географии проекта. Вот в чем никогда нельзя участвовать. Родители, не пускайте своих детей. Молодые люди, не участвуйте в этом безобразии, которое организует Игорь Баринов. Это средство уничтожения русского самосознания. Никаких контактов с этой властью, никаких этнографических диктантов. В школе задают, пришел, увидел, развернулся и ушел. Все, почему-то не пришел, двойку тебе поставили или там в УЗИ тебя начали прессовать. Не участвуйте в этом. Это предательство русского народа. Все, что связано с деятельностью Баринова и его агентства, да в целом и Путина, и его режима, это русофобия, это стремление к уничтожению русского народа. Сначала самосознание, а потом и физическое истребление устранения самого понятия русский из истории. Ну и они занимаются блокировкой сайтов в тесном взаимодействии, как сказал Баринов с генпрокуратурой и Роскомнадзором. Вот эти русофобские структуры спаялись вместе, переженились между собой и действуют только против нас. Вся их деятельность от и до, от первого до последнего вздоха, это сплошная русофобия. Итак, такие новости между делом. Так вот, была прославленная гимнастка Ольга Корбут, она выставила на аукцион пять своих медалей, завоемных на Олимпийских играх. И там еще какие-то побрякушки продала за 230 тысяч долларов. Вся слава Отечества на продажу, все это улетело в трубу. Но она еще в 91-м году поняла, что происходит в стране, и эмигрировала в США, получила американское гражданство, там создала несколько школ гимнастики своего имени, и в общем в Америке считается очень известным человеком. Ну и там живется трудно, поэтому пришлось продать олимпийские медали. Российская Федерация, конечно, эти медали покупать не стала и не участвовала в аукционе. Да зачем, все забыть, всю славу, а проводить какие-то совершенно безумные, сколько там, 50 миллиардов рублей на очередную универсиаду в пяти году, она никому не нужна, понимаете? Ну абсолютно никому в мире. Поэтому золотые медали там, позолоченные или поддельные, раздадут только своим. Ну как уже и было, Путин уже провел одну универсиаду, и там именно так и поступили. Ну не приехали спортсмены из других стран, раздали практически 90% медалей, раздали спортсменам из Российской Федерации. Абсурды, чушь, огромные затраты, огромное воровство, но я думаю не менее половины, так же как и на Олимпиаде в Сочи, не менее половины они просто разворуют. А прославленные спортсмены, вот их судьба. Убираться вон из страны, ну они не нужны, они уже не дают ничего для пиара ныне действующей власти. Все, о них просто забываем, про их олимпийские подвиги мы уже ничего не помним. Всем спортсменам привет от путинской власти, им на вас наплевать, вы просто для них разменная монета. Вы будете сидеть в Госдуме, вам будут раздавать мандаты пока, а вас кто-то что-то помнит и вас используют как таких пиар-пешек. Вы поиграете на информационном поле, вы будете думать, что вы что-то значите, а потом вы просто никто. Повторение аферы с государственными ценными бумагами. Были такие государственные краткосрочные облигации. Такая разводила большая денежная пирамида, которая была организована ельцинской властью. Сейчас Минфин возвращается к тому же. Планирует выпускать облигации федерального займа для населения раз в полгода. Первый выпуск может быть размещен уже в апреле. Предполагается, что ежегодный объем этого инструмента составит 20-30 миллиардов рублей. А доходность будет превышать в среднем на полпроцента обращающиеся на рынке инструменты. Ну, ценные бумаги какие-то. Доходность по бумагам, по словам министра Силанова, составит 8,5% годовых. Ни в коем случае не покупайте эту резаную бумагу. Это Путин у вас не одалживает деньги, а просто ворует. Ну, так же, как с государственными краткосрочными облигациями. Нажились на этом ближний круг олигархии, а все остальные были обмануты. Поэтому никогда не покупайте никаких государственных бумаг у этого так называемого государства УРФ. Ни в коем случае. Они там на 20-30 миллиардов рублей хотят вас ограбить. Вот и все. А про эти проценты забудьте. Забудьте. Лучше не рисковать и с этими людьми, с Силуановым, с Путиным и всеми прочими негодяями, дело не иметь. Олигархия посыпает голову пеплом, но не перевоспитывается. Стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров. Об этом сообщила вице-президент правительства РФ Ольга Голодец в ходе российского инвестиционного форума в Сочи. Она сказала сегодня, основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладываться в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации работников. Но болтать-то не надо, надо вносить законопроекты, надо вносить проекты решений, надо изменять ситуацию в целом, изменять отношение к минимальному размеру оплаты труда, которая у нас фиктивная. Решение проблем министр видит в усилении безработицы. Вот какой ход здесь предпринимается. Вместо того, чтобы повышать зарплату людям и недооценку стоимости рабочей силы ликвидировать, Голодец предлагает усиливать безработицу. Вы представляете, какой абсурд? По словам Голодец, высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, поможет перейти к производительным, высокооплачиваемым рабочим местам. Вот так прямо сказано. Поможет перейти к производительным, высокооплачиваемым рабочим местам. Это безработица поможет. При этом она добавила, что в России на рынке труда нет недостатков в вакансиях. Ну да, только почем эти вакансии? Вы хотите за 5000 рублей работать? Многие работают. За 5000, за 7000 рублей. А в Москве стоимость жизни минимум 15000 рублей на человека в месяц. Ну и как жить при этом в семье? Даже одинокому человеку выжить с трудом можно. Нет никаких вакансий. Нет никаких вакансий. Еще раз повторяю. Вакансии есть только для гастарбайтеров. Для русского человека никаких вакансий нет в России. Если экономика не будет перезапущена, если не будут перезапущены основные процессы, которые влияют на изменение технологий, то ничего не будет. Сегодня нарушены основные экономические принципы работы экономики. Основные экономические принципы работы экономики. Так выразился голодец. Которые нужно немедленно восстановить. И мы ждем этого восстановления в программе на 2018 год. И в программе 2025. 2025 год добавила голодец. И все это выглядит как чушь собачья, безграмотного, абсолютно тупого, непонимающего предмет своей деятельности чиновника. Видимо под перезапуском голодец понимает просто уничтожение основных экономических систем. Вслед за уничтожением социальных, которые в основном завершены правительством Путина Медведева. Крутой идиотизм. Это продолжение темы с голодец. Положение на рынке труда стабильного. Мы справились с безработицей. Сказал Медведев, выступая на российском инвестиционном форуме в Сочи. Там же, где и голодец. На прошлой неделе Росстат опубликовал данные, согласно которым общая численность безработных России в январе 2017 года выросла по сравнению с декабрем на 185 тысяч человек. И составило 4 миллиона 288 тысяч человек, или 5,6 процентов экономически активного населения. А в государственных учреждениях службы за население в качестве безработных в конце 16-го, начале 17-го года зарегистрировано примерно 900 тысяч человек. То есть меньше, чем четвертая часть от реально безработных, то что участвуется Росстатом. Численность рабочей силы по предварительным итогам выборочного обследования в январе составила 76 миллионов человек, или 52 процента от общей численности населения страны. Национал-патриотам всюду живется не сладко. Стоило Марин Липен проявить твердость и отказаться одевать платок во время встречи с муфтием, и расплата от толерастов последовала незамедлительно. Сначала комитет Европарламента по правовым вопросам подавляющим большинством одобрил снятие неприкосновенности с руководителя Национального фронта, и он был назван ультраправым, в том числе и в российских СМИ. А потом Европарламент проголосовал за это решение. Липен в декабре 2015 года выложила в своем микроблоге несколько фотографий жертв исламского государства в знак протеста против сравнения Национального фронта с боевиками этой группировки. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс назвал действия Липен неуважением к жертвам исламистов. Прокуратура французского города Нантерс начала расследование по факту публикации. Но на самом-то деле речь идет о том, что Национальный фронт и Марин Липен идут к победе на президентских выборах, поэтому их надо срубить. И вот этот социалист Оланд, который находится сейчас у власти в Французской республике, предпринимает примерно такие же действия, как Путин у нас в Российской Федерации. То есть это обычная деятельность леваков, использовать правоохранительную систему беззаконным образом. Ну а Европарламент это вообще не пойми что. Тоже собранный из разного рода толерастов, вот теперь они действуют против Марины Липен, пытаются помешать ей выиграть выборы президента Франции. Марин Липен выступила в Европарламенте по данному вопросу и прямо высказала все, что она думает о мадам Меркель и о господине Оланде. Сказала она следующее. Спасибо Меркель, что вы явились сюда вместе со своим вице-канцлером-администратором провинции Франция. То есть зависимость от Германии здесь мы видим очевидно. Явились вы на эту сессию по очень простой причине. Ваш Европейский Союз коллапсирует, пытаясь спастись от гибели при помощи шантажа, угроз и унижений. Ваша модель служение США, пляска под дудку банкиров, нечестная конкуренция, слежка за гражданами и их разорение. Я представляю другую модель, основанную на независимости, многополярности мира, протекционизме и полной остановке массовой миграции. Кто скажет, что я анти-Меркель? Это честь для меня, мадам. Я вас презираю. Немецкие интересы не оправдывают вассоризацию остальной Европы. И я здесь, как голос другой свободной Европы, всех европейцев, которые повернулись спиной к Европейскому Союзу, потому что им нужны нации, а не Европейский Союз. И я голос тех французов, Оланд, кто повернулся спиной к вам, точно так же, как они отвергли Саркази ранее, ибо они преданы Франции. И теперь Марин Липен грозит тюремное заключение до трех лет или штраф до 75 тысяч евро. Такое наказание предусмотрено французским законодательством. Вот мы видим, что даже присутствие на верхних этажах французской политики вовсе не гарантирует национал-патриота от неправомочных, злобных и подлых преследований. Варюет униядцам в Российской Федерации предназначены высшие зарплаты. Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах в 2006 году составила 115 тысяч рублей, что на 4% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщил Росстат. Лидером по итогам года, несмотря на снижение, остался аппарат правительства, и его сотрудники получают в среднем 228 тысяч рублей в месяц. Немало, да? На втором месте администрация президента, там средний показатель по зарплате немного вырос, до 218 тысяч рублей. Это средние, подчеркнув, средние. Тройку лидеров замкнула счетная палата Российской Федерации со средним уровнем 180 тысяч рублей. В Совете Федерации средняя зарплата госслужащих составила 176 тысяч рублей, в Госдуме 154 тысячи, в Конституционном суде 136 тысяч рублей. Среди органов исполнительной власти лидером по зарплате является Министерство иностранных дел 147 тысяч рублей, далее следует Минфин 140 тысяч рублей, МЧС 137 тысяч, Федеральное казначейство 120 тысяч, управление делами президента 117 тысяч, ФНС 117 тысяч. Вот так они назначили себе зарплаты за наш счет, а страна между тем вымирает, рабочая сила недооценена, репрессии против русских людей, против национал-патриотов расширяются и приобрели массовый характер. Мы живем в умирающей эрефии, псевдогосударстве, которое должно и должно умереть, на его месте мы должны успеть создать русское национальное государство, пока наша русская государственность вообще не ушла в историю и русский народ пока еще не стерт с лица земли, не стерт из истории. Редактор субтитров А.Семкин